это наш гид мы сейчас пойдем прогуляемся по городу а наш водитель ждет нас около какого-то маркета вообще вот такая ситуация пошли гулять вечером здесь ой блин мусора сколько капец но вообще здесь очень прозрачная вода здесь собираются местные туристы это такая видимо променадная что ли да набережная мизингане сифронт фронт отель ну так вот пошарпанное здание здесь сразу нормальный отельчик хочу такое в общем он говорит о том что это была колония британская немецкая португальская колония короче у нас бесплатный репетитор по английскому до в общем весь город строили из камня и только вот эти двери это ведь такие местные фирменные двери деланные вручную все остальное делали из камня в общем знаете что я у него перекрестки домой камеры висят он в общем сказал что это реально а кто хочет взвеситься он короче сказал это реально старый город а то я блин не вижу что он капец какой старый что-то покрасили но все равно это не скрывает его раньше вот это был дом султана а сейчас это музей довольно а я не себя спрашиваю но так вот в общем дом султана это запоминайте набережная и дом лодка вон уплывает там кто-то тонет здесь кто-то клуб купается о это все военные мы чего идем дальше куда главное тут замесли какой не попасть да то много слишком военных как это что-то разгребают здесь слушать что-то произошло по моему лица а это просто какая-то сегодня ярмарка вот этот тростниковый аппарат ловиша верма вам тут или шаурма короче ладно вот целый праздник в общем тут шашлыки маслыки что произошло вот здесь было оказывается самое большое здание на занзибаре она обвалилась что-то произошло погибли люди и сейчас его разгребают а мы узнали что это food market и он работает с 10 утра до скольки оля работает вот что то здесь вы видите разрушают это столько народу да мы по культовая наверно да это было это здание первое у них появилась лифтом и электричество электричество и сейчас получается что это культовое в общем здание сейчас его разрушили убила но упала я уже сказал об этом и вот это здание только что развалилась просто обалдеть поэтому все люди в шоке военных нагнали тут ну целая вот такая история ну жалко тогда еще там типа люди погибли говорит это было только что старый форт или порт-форт старый форт превратили в рынок что здесь у нас какой-то амфитеатр да блин мы по сути оказывается должны были вот это здание культовое посвятить но она что-то сегодня произошло в общем не выдержала это было построено португальцами когда португальская была колония вот и здесь у султана проходили конференции и концерты это все что я поняла ну это много это я считаю молодец на салоне такая мысль пришла до что хорошо сегодня сюда раньше не пришли о том бы нас вот там отковыривали сейчас это конечно жутковато но хорошо что мы сюда не пришли так мы идем сквозь этот форт маски всякие сувениры продают внутренний базарик это так выглядит форт вот этот старый из внутри ну что мы выходим такая дверца лоб и вышли на какую-то улочку ну на какого года то мы углубляется старый город поля сказал он рели старый игру какого года нога 3 или старый фредди мэр кури родился здесь и жил здесь потом он уехал во время революции после революции была революция арабская это он вернулся обратно сюда а его отец жил здесь всегда и работал здесь госпитале на где его дом то я так понимаю фредди меркури да вот вход его фотографии здесь ну сейчас есть гостиница да оля сейчас здесь гостиница вот она в общем он был фредди мэр кури так еще раз дом фредди мэр кури его звали я забыл как я вот недавно буквально про него фильм смотрел очень интересный здесь вот здесь вот здесь вот они наверно да ведь вывеску ой зачем они в такую красивую резьбу вбивают гвозди челезисто так туда мы идем туда не идем мы идем сюда фредди мэр кури мы идем сюда но на самом деле нет много у нас вот блин а фредди как это фрок да это как крэйзи фрок вот здесь какие всякие штуки на третий сувенирная улочка такая сувенирных магазинов только нет этого нет того нет на самом деле я шучу есть все и много картины о я пришел класс где а вот этот а вот этот она так короче да у них сейчас прошел сезон ананасов сейчас будет папайя потом будет личи неправильно ну поправь сейчас прошел сезон дуриан а дуриан а вправе подожди смотри какая какая улочка обалдеть вот это мечеть движемся дальше вообще по идее надо что-то купить но мы куда-то бежим бежим деньги время деньги еще одна улочка что здесь заблудились ну идемте по тайными путями куда-то нас завели хотят нас снова в рабство продать прошли вот такую старую старую это католическая церковь скорее всего да ну похоже вот я смотрю вот так очень похоже да но это скорее всего еще с тех времен когда колонии было тази барбал нравится ли такие красочные картины вот она гибра да но местные смотрят что-то смотрят вот эти двери которые везде встречаются национальных а мы все идем но здесь напоминает что-то тунис я не знаю какой то я не знаю грецию что ли старые городочки конечно есть свой шарм определенный тут он люди сидят дома это что-то продает прошли вот такое вот сооружение не знаю но похоже на какую-то мечеть может либо еду еду я еду вот здесь такая же дверь смотри красивые какие шипами чтобы никто вот кому жарко чтобы не привык случайно местным девочкам что-то дала смотри да ему тоже тут прям живут люди а у него выпилена даже дырочка для просто в руку прикольная дверь тоже здесь я не знаю что в велосипедом или что или коляски закатывают вот и хозяйственный магазин он так люди и живут так куда-то мы идем а зато камеры сварить какие каждый угол современная камера свить вот здесь камеры тоже что-то я не обращал внимание там одном месте увидел вот он швейная мастерская понятно здесь как в англии все под камерами похоже да на аптеку вот это тоже фармации да сверху написано что это аптека воля вот эта вода из канализации будь аккуратней вот двери вот двери у них красивые так лишь бы вот эта хрень час не развалилась она может быть не знаю короче судя потому что за бетонировано это надолго вот эти леса может стена хотела упасть так куда мы идем опять вот опять камера кто-то вещи сушит и вот камера и вон камер слушайте здесь вообще как в англии реально в англии мы еще не были вот но видели по телевизору канализация как некоторых городах вынесено за стену о да это да да душновато как они тут 40 ходили да хорошо что мы экскурсии взяли во вторую половину дня и ходим норм то фу рыба звонила вышла еще на одну улицу да она была довольна я видел там параллельно улице еще и по мы вышли куда-то на центральную прям рынок рынков лишь специи но рыба все равно воняет видимо мы еще не дошли вот эта дверь еще одна да вот из холодильников много я думаю что ой мы пришли на рынок мы пришли все-таки на него фиш-маркет да мы уже почувствовали что это фиш-маркет ой а нам туда надо мама дорогая кричит ольга и здесь ё-ка лэ-мэ-не но меня сейчас тошнит меня сейчас тошнит фиш-маркет ой в общем вот так выглядит о выглядит рынок сезонных фруктов фруктов овощей блин а жгид опять повел нас на этот рынок я боюсь все еще у меня там чуть не стошнило на этом рыбном рынке не поймать здесь мясо здесь на вон он фу блин ужасно цвета вот это хватит я потерялся потерялся о бананах здоровье и чуть-чуть и такие бананы картошка все нам хотят продать какие-то специи тебе нам надо говорит очень мы не хотим ничего хотим домой 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 это мобильный рынок что здесь магнитола ворованные продают наверно ох блин а здесь распродажа кроссовок new balance хаос полный дочь дочь а здесь хаос полный о наша машина о круто вот если у балансы распродают лишь хочешь правый левый это вообще да давай сели машина поехали поехали в номерах ну в общем так мы вернулись с экскурсии рассказываем на сколько к курсу стоит экскурсия лону туров 45 долларов человека 20 ребенок 45 человека 20 ребенок значит предлагают в отеле на ресепшене можно взять такси на целый день то есть отводят фунтаун ждет сколько нужно и возвращается ехать где-то приблизительно час мы сделали по-другому мы взяли на свой страх и риск экскурсию у какого-то бомжа короче на этом бомжа у местного жителя на пляже экскурсия она нам обошлась 30 долларов человека ну вообще 90 сказали что максимум будет 6 человек что произошло ну да нас не кинули нас посадили машина очень комфортабельная с кондиционером спинки откидываются рассчитано на 6 человек у нас было всего трое продолжение следует сейчас я буду снимать сверху у нас тут какая-то сегодня кокосовая вечеринка посмотрим сейчас что будет происходить но там происходит а у нас а 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 и тогда мы господа это была наша демонстрация теперь отправимся пробовать так что следуйте за команде будем пробовать а а а а а а а а я не успел как он срывает он просто залез сорвал кокосы а теперь идем халявые кокосы пить так а что происходит а а а а а , а а а а а а что а а значит они просто в смысле просто не просто кокоса раскрывают и раздают просто бесплатно всеми это кокосовая вечеринка сегодня такая вот и нам достался кокосик а илона хочет сделать тату а что ты хочешь сделать калибре сделай понимаем что здесь происходит каким образом и что поэтому мы взяли ну по экскурсию единственный момент что нас везде сопровождал человек то есть на каждом этапе нас передавал один человек другому третьему даже по городу нас водил экскурсовод на английском но ничего страшного вот такая вот ситуация так что если вы хотите сэкономить вы можете взять такси машину мы брать не стали потому что здесь ездят но очень опасно нам мы приехали отдыхать не геморрой вот этим заниматься экономить деньги вот если вы вообще там я не знаю какого сотого уровня турист то пожалуйста вот такая ситуация так что безопасно что хочу отметить что здесь люди намного до доброжелательной чем в египте я не знаю че здесь тоже это мусульманская страна но они более какие-то открытые улыбчивые здесь вообще ничего не воруют что-то уже происходит опять кормят наших бедных туристов кормят пойдем спустимся посмотрим что там пройдем в арочку опа ну что ты нашла чем я пицца сыр и запрещен очка а что тут еще и сюда о там что-то происходит думаешь ну-ка шашлычки вот точно рыбные шашлычки я тоже не хочу а там что у нас еще один столик ну когда я выключу камеру еще возьми все 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 ухты ананасы арбузы возьмем пожалуй понемножку и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok